ну и еще одна картинка как всегда не могу выдержать вот чем она заключается друзья мои а в следующем если вы сколько мы ходим по саду вы не видели следов болезни вот деревья ни разу не опрысканные кустарники вот они никто так и не собирается сильно много всего чтоб все это было собрано холновидная яблони листья целые здоровые растет густо как черноплод кого на на которую я жую чтобы сбить давление вот смотрите вот это один из моих примером приемов и так у меня подарили потом их они созреть отдельно покажу два десятка которые выжили брошены были буквально я к ним не подходил годами десяток выжил начали давать плоды я спохватился перенес сюда то есть привил те сеянцевые персики на персик на манжурский абрикос они уже крупнее то есть еще раз говорю то что мы видим на сеянце уже на сто первый раз говорю когда-то может дойдет до многих потому что я открываю все новые и новые направления селекции главное из них то слене ментора первую фамилию ставлю мичурина видимо он видимо не виноват что это хотя это в сороковых годах он открыл этот способ я открыл его по новой и получается так сеянца в нечто мы получаем а дальше чисто железо то есть идет наращивание свойств улучшение качеств плодов частности укропнения тех же сеянцев будучи привитыми возвращается их природная крупность вот так вот когда-то сеянцы и потеряли и я раньше как все думал что потеряли навсегда навсегда то есть косточки семечки получил дерево получил плоды мелкие сорт испорчен вернул на прививку восстановил иначе откуда у меня такая роскошь это результат 30-летней работы можете меня поздравить найдите где-нибудь у кого-нибудь за последние 200 лет это изречение вот так вот поздравьте меня друзья мои я сам себя поздравляю значит жизнь прожита не зря полу нищая но благородная а теперь шел то я для этого показать куда это просто такой рак еще утро не закончилось хорошо видно на молодом дереве абсолютно здоровые листья и такие же абсолютно здоровые листья никаких признаков грибных болезней которые являются бичом абрикосов никаких ничего не близко не помине никогда урожай собран урожай был очень приличный кстати вот смотрите вот эта ветка 2 2 а серафим он очень поздно дает плоды до ветка рухнула потерял первый источник почти навсегда не открыл еще один сезон видели фильм вот и то средне крупный но хорош хорош очень морозостойк так он у меня когда был согласно мороз королевский пропустил урожай а а серафим нет вот так я убедился что он крепче и наконец для чего это показываю уже ветка сломана смотрите что от не осталось и специально подчеркиваю смотрите что осталось это смотреть жутко немножко на коре держится вот случилось это примерно месяц назад смотрим сюда листья должны быть больные несчастные вот я хочу сказать что а дерево растет в тени дерево растет сыростью вся эта громада дождей которая последние недели что по стране что и у меня тоже самое и должно было все сгнить гнить не собирается никаких следов болезни которые мы называем грибковыми не тебе плесени не тебе чего ничего этого нет по мне вот это говорит о том что наша задача упрощается но для этого нужно посмотреть остальные 150 фильмов я хотел бы вам показать рассказывайте да выбрал два здорового молодое старое дерево вот вот вам еще молодое дерево видите тут муравейника полно поэтому тут очень редко дырочки попадаются на листах еще молодое дерево ну ка болезни найдите никогда я честно говоря даже не знаю как они болеют вот милитопольские ранний старик вон уже ветка сухая вот лет двадцать пять ему абсолютно здоровые листья следующий амор абсолютно здоровые листья вот еще плодик плодик притулился вон они последние в тени вот что такое болезни абрикоса как умудряются эти болезни зарабатывать я не знаю а здесь у меня абрикосовая молодежь а вот и подчеркиваю 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 что самая страшная для них это тень а я вынужден экономить место еще здоровая а это слива 30 лет этому дереву смотрите а знаете почему такое я на нем наэкспериментировался так здесь у меня роскошная жила сувенир востока 20 лет продержалась 20 лет а потом 40 мороз так подмерзла и вот но я на нем выводил новую теорию не только на нем на десятках таких случаев которые говорят о том что почка почки рознь и с помощью отбора почек на самых морозстойких ветках ветки вырастись почек на которые опять же почка почки рознь по морозостойкости это один из направлений селекции вот так вот я его назвал господи а как же его назвал-то эх старик что у тебя с памятью я его назвал солюционное клонирование захотел назвал захотел придумал а кто мне помешает никто правда не поможет никто снова здоровые листья снова здоровые листья дальше можно не ходить мне не знакомы болезни абрикосов кроме может одного-два случая когда они росли в абсолютной тени там причина хотя бы есть вот ну все друзья обход конечно наверное придется еще один делать со временем много зелени не созрели еще яблочки вот новый сорт да они уже вот такие видели уже такие 300 грамм я вам гарантирую может и больше а вот еще китайки а вот еще китайки а вот на китайку привит сувенир востока вот я облагораживаю теперь по двое с помощью привой поэтому основное дерево все-таки оставил слива посмотрим еще сувенир востока